Это проект Смотри Хабаровск в студии Полины Овчаренко. До 1 февраля включительно выпускникам школ и вообще всем, кто собирается поступать в ВУЗы этим летом, нужно определиться с предметами по выбору и подать заявление на сдачу ЕГЭ. Как пройдет итоговая аттестация в школах Хабаровска, нам сейчас расскажет Татьяна Матвиенкова, начальник управления образования администрации города. Татьяна Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сколько у нас в этом году 11-классников? Начнем с ЕГЭ, потом перейдем к тем, кто заканчивает 9-й класс. Вот 11-классников сколько и какие предметы надо сдать обязательно, чтобы получить главный документ? 2411-классников, которые в этом году придут на единый государственный экзамен для того, чтобы получить свой аттестат зрелости. Для того, чтобы его получить, достаточно сдать два экзамена обязательных. Это русский язык и математику. Причем математика, теперь вы знаете, сдается либо базовый, либо профильный уровень в зависимости от того, что выбирает для себя ребенка, что ему потребуется для дальнейшего поступления. То есть можно не сдавать профильную математику в случае, если либо ребенок не собирается поступать в ВУЗ, либо ему математика для поступления в принципе не нужна, достаточно выбрать базовую, чтобы аттестат получил. Конечно. Очень удобно было бы так в мое время, было бы удобнее, конечно. Школьники уже подали заявление на сдачу ЕГЭ или вообще это как-то централизованно происходит в классах, в школах, или каждый сам для себя определяет, когда же до 1 февраля он это сделает? В основном, конечно, это происходит централизованно и в большинстве своем все дети в школах уже написали заявление, естественно, проговорив это с родителями, оговорив вообще свои планы о поступлении в 2024 году. И в основном все это уже сделали. Но чуть-чуть времени остается для того, чтобы все-таки тем ребятам, которые еще не написали заявление, это сделать. Потому что, ну, кто-то, может быть, болел, кто-то был с выездом из города Хабаровска. Есть еще дети у нас, которые, допустим, учатся в СПО или выпускники прошлых лет. Для них, кстати, отдельное, да, вы знаете, что три школы определены, где они могут подать точно так же до 1 февраля заявление на сдачу ЕГЭ. Это 23-е, 19-е и 38-е. И тоже сделать они это должны до 1 февраля включительно. Я читала, что можно еще на госуслугах подавать заявление. Нет, город Хабаровск и Хабаровский край пока в этот проект не входят. Но я думаю, что в ближайшем будущем у нас появится и такая возможность. Это просто сейчас такая тестовая история, которая в других регионах России... Да, другие субъекты уже этой возможностью пользуются. Для тех немногих, кто вот в школе не учится, но собирается в этом году сдавать ЕГЭ, где они будут, собственно, писать его? В этих же школах? Конечно, они прикрепляются точно так же. Авторассадка, которая закрепляет ребят за определенными школами. Поэтому вместе с выпускниками этого года приходят выпускники прошлых лет и выпускники СПО. Но здесь есть несколько новшеств. В этом году выпускники прошлых лет могут сдавать экзамены только в резервные дни. Раньше они могли это делать в досрочный период. У нас ЕГЭ делится на досрочный период. Это март-апрель этого года. Как раз мы подошли с вами к вопросу о сроках. Да. И основной период, который тоже делится, собственно, на основной и на резервный для тех ребят, которые не сдали по каким-то причинам экзамен. Так вот, если в прошлые годы выпускники прошлых лет могли сдавать и в досрочный период, то есть вот март-апрель, то теперь они могут сделать это только в основной период в резервные сроки. Давайте еще подробнее про резервные сроки поговорим. Понятно, что для выпускников прошлых лет в том числе эта опция существует. Вы уже сказали, что в резервный день можно сдать, если по какой-то причине в основной день не сдал экзамен. Что считается веской причиной? Ну, здесь, опять же, несколько разных вариантов. Если ребенок не сдал на положительную отметку, да, не получил свои проходные баллы. И второй момент, это если он вообще не сдавал, потому что, ну, тоже на это есть причина. У нас есть ребята, которые находятся на соревнованиях федерального уровня, всероссийского, и это является веской причиной. Конечно, веской причиной является болезнь ребенка, поэтому вот эти ребята могут сдать в дополнительные сроки экзамены. В случае, если в один день проходит экзамен по двум предметам, оба нужны ребенку, оба нужны тому, кто сдает экзамен, можно тоже в резервный день воспользоваться? Конечно. Этой опцией. В порядке сдачи УГЭ и ЕГЭ, в принципе, в этом году есть какие-то изменения? Особых изменений нет. А по предметам, вот что касается ЕГЭ, есть ли какие-то существенные перестановки? Я знаю, что есть определенные изменения по литературе, причем там в контрольно-измерительных материалах видно, что это касается некоторых произведений, некоторые произведения, кажется, как будто бы убрали, на самом деле их не убрали, все равно они существуют, и задания по произведениям, Александра Сергеевича Пушкина и по произведениям других русских классиков они есть, но это все-таки больше я сейчас говорю об изменениях, которые касаются структуры, заданий, баллов. Вот есть какие-то серьезные в этом году изменения? Ну, мы вообще все за стабильность, поэтому стараемся, и, естественно, что тот институт, да, который готовит контрольно-измерительные материалы, стараются специалисты все-таки составлять задания таким образом, чтобы у ребят не вызывало это какого-то особого стресса, потому что, допустим, они эти темы не изучали. Нет, надо же сказать о том, что абсолютно все темы, которые изучаются в школе, они входят в контрольно-измерительные материалы. И наоборот, все то, что входит в контрольно-измерительные материалы, в любом случае за курс 11-летнего обучения ребята осваивали. Поэтому не надо этого бояться. Другое дело, что, ну, у всех разные приоритеты, разные цели. И если одному достаточно, допустим, получить, ну, условно, там, 60-70 баллов для того, чтобы поступить там в какой-то выбранный им вуз, то есть ребята мотивированные, которые выбирают очень серьезные вузы, где высокие проходные баллы, где нужно получить там до 300, допустим, в совокупности, да, баллов. И, конечно, у них они нацелены на то, чтобы получить 100-бальные результаты, высокобальные результаты. Но если говорить по предметам, то, правильно вы говорите, по литературе вообще развернулись такие баталии в интернете, да, ну, как обычно бывает, когда появляется что-то новое. Первая реакция – это испуг. Да, наверное. И причем разного рода эксперты. И те, которые понимают в этом что-то, и те, которые в этом ничего не понимают, все пытаются рассказывать, как это плохо или какие есть все-таки преимущества. Наши учителя литературы говорят о том, что все те изменения, которые возникнут в контрольно-измерительных материалах, они не затрагивают в какой-то, знаете, такой очень серьезной степени наших учащихся. Все то, что они изучали, им обязательно пригодится на ЕГЭ. Но все нацелено на то, чтобы научить ребенка говорить, выражать свои мысли, уметь делать хороший глубокий анализ, определять авторство работы. То есть направлено на то, чтобы все-таки шло развитие ребенка. Вот, кстати, по поводу умения мыслить, формулировать свои мысли правильно, да, и в устной речи, и на письме. Уже достаточно много времени прошло, чтобы мы могли высказать свое мнение, мне кажется, по поводу итогового сочинения по литературе, которое является таким обязательным моментом для допуска вообще ребенка к ЕГЭ. Вот по вашему опыту, по вашему мнению, это повлияло на то, как выпускники, как ученики 11 классов начали формулировать свою речь устно и на письме. Да, мы обращаем внимание на то, что наши дети стали значительнее, значительнее, умнее, мудрее. Они умеют анализировать, они умеют выражать свои мысли. И я всегда привожу такие примеры, что когда несколько лет назад мы, допустим, готовили какие-то большие мероприятия, где нужно было ребятам высказать свое мнение или сказать какие-то поздравительные слова. Вы знаете, очень сложно было даже добиться от них того, чтобы прочитать по написанному тексту. Не всегда ребята могли запомнить хорошо и как бы это все перенести на сцене, допустим. Плюс наверняка волнение какое-то играет большую роль. А если у тебя уже есть опыт, то тебе легче с этим справиться. А сейчас с ними общаешься с большим удовольствием, потому что они так хорошо стали говорить. И я думаю, что вот именно это и повлияло на то, что ребята наши сегодня хорошо говорят, выражают свои мысли. У них есть свое собственное мнение, которое также требуется выразить в заданиях на едином государственном экзамене. Поэтому все то, что делает сегодня система образования, это все и рассчитано на то, чтобы все-таки развитие у ребенка было достаточно высоким. И способность его к поступлению туда, куда выбирает ребенок, выбирает, делает свой выбор, свой путь, чтобы это было легче и комфортнее. Еще одна мысль по поводу каких-то изменений, которые так или иначе каждый год, может быть, в мелочах, но происходят и на едином государственном экзамене, и, я уверена, на других уровнях аттестации детей. Если изменений не будет, мы ведь просто будем выполнять задания нарешиванием, мы привыкнем к ним. И ЕГЭ в том смысле, что оно было задумано как инструмент для уравнивания возможностей детей из разных регионов страны, из разных населенных пунктов поступить в любой вуз, какой ты хочешь, было бы желание и усердие. Вот эта возможность, она пропадет. Наверное, изменения нужны все-таки, пусть даже незначительные. Да, любые изменения в нашей жизни нужны, они толкают нас к прогрессу, двигают к этому. И поэтому, вот если говорить, допустим, о русском языке, уменьшилось количество тестовых заданий, где нужно было просто выбрать либо одну букву, либо одну цифру, либо какой-то вариант ответа. И настолько же увеличилось количество ответов развернутых, что заставляет ребенка думать, говорить, писать. А, допустим, по истории, понятно, ввели раздел новейшей истории, мы сегодня говорим о специальной военной операции. Ребята тоже должны знать все политические события и правильно их оценивать. И кому не учителю, кому как не учителю сегодня, да, правильно, доступно и достоверно рассказать ребятам обо всем, что происходит на территории нашей страны, на территории других стран. Поэтому это очень важно, все изменения нам нужны. Жизнь заменяется и вслед за ней, в том числе и ЕГЭ. По поводу ОГЭ, как-то что-то изменилось в этом году для тех, кто заканчивает 9 класс? Нет, такие же абсолютно процедуры, как и в прошлые годы, тоже свои сроки, они определены и в нашем телеграм-канале, на сайте управления образованием, на сайте Министерства образования, Хабаровского института развития образования. Можно все посмотреть, увидеть, и когда подать заявление, и когда начнутся сроки сдачи основного государственного экзамена. Поэтому все в доступе, в свободном, пожалуйста, обращайтесь, пишите, мы обо всем расскажем. Что можно брать с собой на экзамен, что нельзя, и какие наказания следуют за тем, что нельзя брать, если у тебя это нашли? Ну, вообще, перечень возможных предметов, материалов, которые можно использовать на едином государственном экзамене или на ОГЭ, он определен. Я сейчас не буду перечислять, потому что этих вещей очень много, давайте поговорим только о шпаргалках и о телефонах, потому что, конечно, вот за эти предметы наказание достаточно жесткое, и всегда мы говорим детям, ну, не хочется, чтобы судьба в этот год сыграла с нашими детьми злую шутку. И каждый раз мы ребятам объясняем, что телефоны вам уже не понадобятся. Вы 11 лет шли к этому моменту, вы учились, вы все знаете. Самое главное – сесть на экзамене, настроиться и все вспомнить. Однозначно все придет. Но когда вдруг в определенный момент звонит будильник, а мы знаем, что в летний период, когда уже идет волна ЕГЭ, дети просыпаются не в то время, когда они приходили в школу, да, и иногда переставляют будильник и на 10, и на 11. И вдруг, когда этот будильник начинает звонить, и опять же мы знаем, что даже при выключенном телефоне будильник срабатывает на громкой, но вот тут-то и случается та самая злая шутка, когда ребенок, даже, скажем так, ударник, отличник, тот, кто шел к своей цели, удаляется из аудитории и в этом году больше не допускается до сдачи единого государственного экзамена. То есть даже в резервный день нельзя было. Даже в резервный день. Та же самая ситуация со шпаргалками. Учителя всегда говорят, ребят, пишите шпаргалки. Шпаргалки писать надо. Вы еще раз учите, вы еще раз проговариваете, еще раз читаете. Шпаргалки прекрасно систематизируют знания в голове. Абсолютно, да. Ну, брать их с собой не нужно. Вот уже на экзамене они точно вам не пригодятся. А когда вы вспомните, что вы в этой шпаргалке писали, вы однозначно все перенесете на бланк. Плюс, мне кажется, если с собой есть какой-то предмет, который может тебе подсказать, соблазн подсмотреть велик. И вместо того, чтобы думать своей головой, ты думаешь о том, как бы тебе схитрить. Как бы его достать, да. Как бы посмотреть однозначно. Поэтому делать этого не нужно. Наказание за это достаточно жесткое. Поэтому наши дети и так все знают, умеют, придут спокойно настроиться и сдадут экзамены. Ну да, в этом деле вообще главное спокойствие и настрой. Потому что если они есть, то мозг подгружает все те данные, которые ты 11 лет как-то изучал и как-то укладывал в своей голове. Понимание предмета и желание вообще связать с каким-то из школьных предметов свою дальнейшую жизнь во многом определяют учителя. Хотелось бы, чтобы вы немного рассказали о конкурсе «Педагогический звездопад». Кто может участвовать, как подать заявку и когда, собственно, этот конкурс проходит. Наш любимый конкурс «Педагогический звездопад» – это конкурс профессионального мастерства. Наверное, в каждой профессии есть такой конкурс. Поэтому для нас он самый значимый. И участвовать в нем могут абсолютно все учителя, воспитатели, любые педагоги. Начиная от тех, кто только пришел работать в школу, в детский сад, и заканчивая стажистами, которых мы сегодня называем наставниками. Подать заявление, заявку на участие в конкурсе очень просто. У нас есть Центр развития образования, на сайте которого принимаются все материалы. И ничего сложного нет. Мы постарались максимально уменьшить количество предоставляемых материалов и заявку, чтобы не грузить учителей, не грузить педагогов. Потому что им потом придется еще очень много сделать, пересмотреть, составить, прорепетировать. Поэтому на этом этапе нужно все-таки минимальное количество документов. Но, с другой стороны, мы постарались все этапы конкурса приблизить к региональному и к всероссийскому. Потому что понимаем, что мы очень отличаемся каждый этап друг от друга. И если мы делаем какие-то снисхождения на своем муниципальном, мы все за них болеем и хотим им где-то подсказать и помочь, то понимаем, что на всероссийском конкурсе все достаточно сложно, регламентировано. И когда ты не укладываешься в свое время, звенит звонок, и ты больше ничего не можешь сказать. Поэтому вот этим вещам тоже нужно научить уже на муниципальном уровне. То есть поэтому в этом году он максимально приближен к тому, что на всероссийском этапе ждет. Да. Мы же и привлекаем обязательно тех наших педагогов, которые являются неизменными членами жюри всероссийского конкурса. И они как раз и рассказывают, что нужно учесть и как нужно подготовиться для того, чтобы выглядеть и на региональном этапе, и на всероссийском очень достойно. Пожелаем всем участникам удачи. Пожелаем удачи всем, кто в этом году сдает ЕГЭ или ОГЭ. Спасибо большое за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Я напомню, у нас в гостях была Татьяна Борисовна Матвенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска. Это был проект «Смотри Хабаровск». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А если вы что-то пропустили, то все материалы и этот эфир в том числе вы можете посмотреть на нашем сайте. Я Полина Овчаренко и наша гостья. Мы прощаемся с вами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова